Всех приветствую себя на канале. Давайте посмотрим второй прогноз для Козерогов на сентябрь 2024 года. Что ожидает Козерогов в сентябре 2024 года? Основной фон месяца, настроение, ваша атмосфера, работа, карьера, финансы, имущество, личная жизнь. Важные события для людей. Подсказка от карт. Итак, основной фон месяца. Паш, кубков, хорошее настроение. Это какая-то даже романтика у кого-то, может быть, влюбленность. Ну, такие светлые какие-то эмоции, мечты могут быть, ожидания чего-то приятного, приятные надежды какие-то такие. Добродушное настроение, желание общаться с людьми. То есть это такая приятная карта приятных новостей, друзей. Давайте посмотрим теперь подробнее. Работа карьера. Колесо фортуны выпадает. Будут изменения. Изменения. Я не буду здесь дополнять. То есть колесо фортуны может вращаться. Постоянно меняется. От черного к белому, белому к черному. И так далее. Но, судя по вашему настроению, у вас здесь приятные надежды, связанные с изменениями на работе. Изменения могут быть глобальными. Это и различные реорганизации, и смена места работы, и, соответственно, устройство на новое место работы. Кстати говоря, да, как по пажу мечей. Господи, каких еще мечей? Кубков. Это как новичок. Здесь неважно, если у вас большой стаж, многолетний опыт. Приходя на новую работу, вы все равно будете ощущать себя новичком хотя бы потому, что это новое место. Потому что нужно со всеми познакомиться, влиться в коллектив. Но это все вот как-то, знаете, с приятными эмоциями. Благодушно, дружелюбно. Такой хороший настрой. То есть здесь эти изменения вы должны как-то принимать позитивно. Ну, в поисках работы, конечно, это тоже положительная карта. То есть, приходя на собеседование, вас должны хорошо принимать. Ну, я думаю, на этом остановлюсь. Изменения глобальные, но они в итоге должны вас порадовать. У вас какие-то такие приятные надежды, связанные с этим. Давайте посмотрим финансы и имущества. Так, здесь какие-то новые импульсы, новые старты. Смотрите, если это действительно новая работа вас ожидает, конечно, это большие ожидания, большие надежды именно на улучшение в финансовой сфере, связанные с изменениями на работе. То есть, это что-то новое. Это когда вы узнали о каком-то источнике дохода дополнительном, и вот у вас большие надежды, желания. Ну, это карта страсти, ожиданий, желаний. Вот хочу, хочу. Вот загорелся, да. Вот теперь вот я могу получать деньги еще и вот из этого источника дохода, да. Там дополнительные. Кто-то начинает там квартиру сдавать, кто-то на счетах, на каких-то вкладах проценты получает. Вот очень это приятно, да. Вот теперь, может быть, хоть немного, потому что туз – это начало, но все-таки это такое многообещающее. Здесь вообще как, смотрите, было сухое дерево, но оно с ростками. То есть, вот как бы из ничего, да, большие перспективы могут появиться, и у вас может быть в соответствии с этим большое воодушевление еще в сочетании с сапожок. То есть, будет какая-то радость, вот новое начало. То есть, я, например, перехожу на новую работу, это пример, и там у меня будет больше зарплаты, и вообще у меня там лучше перспектива. В конкретном случае, в данном случае, в сфере финансов, зарплата будет больше, да, премии какие-то будут больше. И вот я этому очень рад и надеюсь, что так оно и будет. Поэтому здесь вот что-то новое. Могут быть какие-то дополнительные источники доходов. Ну, поддержка какая-то, в принципе, тоже может быть, хотя здесь не указали на кого-то, но это вот. Вот еще вот эти деньги я буду получать, и я этому рад или рада, да, вот что здесь такое. Давайте посмотрим личную жизнь. Тройка кубков. Это радость. Я никогда не трактую эту карту как любовный треугольник там какой-то. Это карта веселья, радости, приятного времяпрепровождения. Вторая половинка, если у вас есть, значит, вам доставляет радость, удовольствие находиться с ней вместе. Может быть, вы там в кругу друзей общаетесь тоже, да, никаких здесь там третьих лиц, я имею в виду. То есть это приятное время вместе с вашим любимым человеком, женщиной, мужчиной, с вашим супругом, там, супругой, муж, жена. Если вы ищете себе пару, это как совет выходить в люди, в компаниях бывать, да. Вот пригласили подружки в кафе, в ресторан. Не отказывайтесь, обязательно туда идите. Это возможность проявить себя, людей посмотреть, как говорится, и себя показать. Вообще, будьте веселы, будьте в хорошем настроении. Это, так сказать, поспособствует поиску партнера. Ну и вообще, настроение, как я уже сказала, такое благожелательное, позитивное, в любом случае такой положительный настрой. Ну, наверное, дополнять не буду. То есть здесь это, ну, хорошо, что нет ссор, хорошо, что нет рутины. Вам хорошо вместе, вместе проводить время. Вам не скучно друг с другом, да, если вы в паре, опять же. Опять, независимо от того, сколько лет вместе вы прожили, как долго вы вместе в паре находитесь, и вам друг с другом хорошо, приятно, весело. Шутки, да, опять же, могут быть. Еще карта тройка, она такая в начале числового ряда Арканур, поэтому это как вот что-то такое свежее, молодое, то есть вот не уныние какое-то там, да, ну вот, там, опять, там, борщ сварил, чай попил. Нет, это вот что-то такое зажигательное, может быть, действительно, как вы, как, ну, почти как конфетно-букетный период, вот, такое. Еще и Паш тоже это молодое такое. Ну, это какие-то такие свежие, опять, молодые чувства. Поэтому вам вместе хорошо, весело, радостно, и это очень приятно. Давайте посмотрим важные события вокруг вас. Девятка, девятка мечей. Может указывать на переживание, болезнь у кого-то в вашем окружении. Давайте посмотрим переживание. Ну, я не знаю, вряд ли за вас переживает, но что у вас тут все неплохо, по крайней мере, по вам не видно, что вам плохо, поэтому я не думаю, что кто-то переживает за вас, кто-то, скорее всего, в вашем окружении или болеет, или переживает за себя или за кого-то другого. Рыцарь кубков. Может указывать на влюбленную в вас девушку для мужчин, которая, ну, наверное, ответных чувств не получает. Такое может быть, особенно если у вас есть с кем проводить время, она в вас влюблена, она может из-за этого переживать. Если нет, ну, это, конечно, не для всех, это вот просто первое, что бросается в глаза. Если нет, вообще эмоциональные переживания женщины из-за вас. Кто угодно это может быть. Может быть, родственница. Может быть, она сама переживает. Внутренние у нее переживания какие-то есть. За свою жизнь она переживает. Это не обязательно там третий лишний в вашей жизни. Это человек в вашем окружении, женщина. Вот все-таки видится мне как эмоциональные переживания. Эмоциональные переживания ее. Что-то жизнь как-то вот не радует ее. Королевая Пентагрия еще показывает. Она может переживать из-за другой женщины. Больше, наверное, тащить не буду карту, потому что только запутаемся. В общем, в вашем окружении женщина переживает эмоционально. Из-за какой-то другой женщины. Из-за другой женщины. Вот не знаю. Здесь, конечно, могут быть всякие интерпретации разные. Ну, смотрите сами. Может, в комментарии напишите. Будет, конечно, интересно узнать. Так, ладно, оставим. Это главное, что у вас все хорошо. Давайте посмотрим подсказку. Так, Королева Кубков. Что? На работе? Женщина? Что-то? Смотрите, на работе женщина. Как-то может к вам недоброжелательно быть настроена. Может зависть быть. Если у вас позитивные изменения на работе будут происходить, как я уже говорила выше, это может быть завистница на работе. И, кстати, это женщина, на которую вы можете не подумать. Может вам улыбаться, Королева Кубков. Быть тоже такой положительный. Мягко стелит, да жестко спать, хочется сказать. Но это на работе. Здесь не про любовь. Ну, вот такой вам совет. Подсказка, может быть, даже предостережение. Так, вот такой расклад получился для козерогов. Спасибо вам за просмотр. Пишите ваши комментарии. И всем до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...